Книга «Открытым оком», тема «Женщины», пятый том, вопрос 1443. Соломон разбирал блудниц, кому достанется ребёнок, почему он не осудил их за блуд, ведь таких побивали камнями? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, побивали камнями за измену мужу, за прелюбодеяние, а блудница была или разведёнка, или вдовушка. Иоанна 8,4,5 «Сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, ты что скажешь?» Третье царство, 15,11,12 «Аса делал угодно пред очами Господа, как Давид, отец его, он изгнал блудников из земли». Совсем непонятно, кто считался за блудника, или это были профессионалы, тут всё относительно, как Давид. А Давид прелюбодействовал, для него блуда вообще не существовало. Если бы не этот случай с Урией, не погубил бы Давид своего полковника, то и это сошло бы неприметно. На блудниц не охотились, а они поставляли царю солдат. Третья царство, 3,16 «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним». Тем более, Соломону ли было судить кого-то по столь щекотливому вопросу, если у него был превосходный гарем в тысячу голов?» Евреям, 13,4 «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Слово «блуд» встречается в Библии 173 раза, «прелюбодеяние» – 62. И церковные каноны делают различие в этом грехе и в епитимии за него. Прелюбодеяние всегда наказывается строже, так как у них было чем потушить пожар. Нельзя сказать, что потому блудниц не побили камнями, что не захватили их на месте преступления. Дети их и были свидетелями беззакония. При мудрости Соломона, 4,6 «Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их».